Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В этом году хлеборобы края наверняка не раз вспоминали старую фразу «битва за урожай». Несмотря на капризы погоды, крестьянам удалось собрать больше 2 миллионов 200 тысяч тонн зерна и показать результат выше, чем у сибирских соседей. Теперь впереди новый этап развития этого направления. Александр Усдал задание подготовить бизнес-план по созданию крупного завода глубокой обработки зерна. Глава региона убежден, что такое предприятие просто необходимо. У нас зерна избыток, причем хорошего зерна. И относительно его вывоза там за границу сложно. Мы в середине страны. Нам что направо, что налево, соответственно, транспортные расходы очень велики. С хорошими результатами завершили год овощеводы. Только картофеля собрали около миллиона 200 тысяч тонн. Стабильно растет производство свинины, открываются новые животноводческие предприятия. Начинает подниматься, развиваться активно птицеводство. Введено несколько мощностей. Шушинский район перестроил свое производство. В Сухобудинском районе заработало предприятие. Так что, да, и животноводство. Конечно, нельзя не говорить про наше молочное скотоводство, потому что мы сегодня дуем от одной коровы. Примерно 13,5 литров в сутки. Это второй результат в Сибири. Успехи агропромышленного комплекса региона неразрывно связаны с мерами господдержки. В нашем крае они беспрецедентны. За 6 лет в качестве грантов на развитие крестьянско-фермерских хозяйств и становление начинающих фермеров выделено почти 700 миллионов рублей. А всего на телехозпрограммы в этом году выделили более 7 миллиардов. Выдерживаем эту планку, но готовиться к тому, чтобы наращивать и так далее, ну, все зависит от ситуации. Дайте завершиться год. Сейчас идет программа бюджета, и надо посмотреть, что нам даст еще федерация. Федерация во втором чтении федеральный бюджет не приняла, и там еще не раскрыта часть статей, которая касается территории. Ну вот, дождемся. В сельском хозяйстве, пищевой и перерабатывающей промышленности края трудятся около 34 тысяч человек. Все они каждый день стараются для того, чтобы на столах жителей нашего региона появлялись вкусные и полезные продукты. Анна Московских, Алексей Овсяников. Новости. Редактор субтитров А.Семкин